всем привет сегодня 7 апреля московская область в общем приехали в деревне дело дела сейчас подошла грядкам с чесноком у меня таких три грядки я сажала под зиму смотрю что уже очень дружные всходы хорошо взошел здесь у меня два новых сорта это три вот редко это сорт гулливер очень мне понравился буду его разводить также три редко это любаша тоже на развод посадила и дальше это мой уже сорт это слон и остальные две грядки это мой сорт земля у меня здесь влажная очень легкая смешивая ее с песком специально подготавливаю для чеснока органику я сюда не вношу ну то есть мой любимый конский навоз вот как только начал сходить чеснок вот так чтобы не желтели листья я вношу карбамид я просто посыпаю сверху и все я не боюсь использовать это удобрение так как применяю его однократно ранней весной и уже к сбору урожая но полностью вымывается водой и вот как раз это удобрение дает старт чесноку после зимы лист у вас всегда будет зеленый и чистый на такую грядку примерно беру три жменьки рассыпаю по влажной земле можно его заделывать в почву она легко растворимая воде поэтому можно и без заделки в почву и уже когда нарастет трава буду уже применять зеленое удобрение в теплице сходить редис довольно таки неплохо вот шпинат всходит тоже очень хорошо пробивается это у меня всходы белой белой горчицы это с осени я сеяла тоже всходит я сверху ничем не накрывала потому что у меня возможности открывать закрывать нет поэтому растет все так и здесь у меня еще рукава тоже потихоньку сходит вот она не видно только пока укропа все сходит очень тяжело почему потому что нет солнечных дней вот сегодня более или менее денек солнечный это тучами периодически закрывает солнышко а до этого очень пасмурные дни такие тучи как будто снеговые поэтому вот схожесть конечно долго затяжная здесь у меня салат я села три редко вот он только-только начал проклевываться вот потихоньку также взяла разные виды капусты морковь семена буду высевать в открытый грунт всеклянный парничок купила гидрогель это для цветов вот я его уже размочила он у меня разбух это сдробленный гидрогель и взяла такое буйское удобрение для плодово-ягодных культур но применяю его для цветов это долго играющее удобрение привезла рассаду питуньи это конечно не вся но большая часть растет она у меня до сих пор в этих маленьких стаканчиках места ей катастрофически не хватает но возможности пересаживать больше стакана у меня нет поэтому я решила что буду сразу высаживать вот в эти большие кашпо мы если можно так сказать на постоянное место высадки значит буду их оставлять здесь в теплице поставлю дуги накрою агроволокном шестидесятку возьму и сложу в два слоя поэтому я думаю она у меня нормально здесь будет ночевать у нас сегодня был последний день с минусом минус 7 ночью было дальше передают уже плюсовую температуру как буду делать значит в эти кашпо они у меня 10 и 8 литров насыпала керамзит здесь не менее трех сантиметров хорошие дренажные здесь отверстия земля моя с огорода уже теплая здесь она у меня грелась это у меня удобрение долгоиграющие значит это гидрогель буду его смешивать землей добавлять удобрение и высаживать питунью все емкость я подготовил к посадке на эти все кашпо у меня ушло 5 литров гидрогеля и по одной жменьки минералки в каждой кашпо попадались черви потому что земля же моя огородная вот я их выбирала и сюда в теплицу грядку выбрасывала вот так выглядит рассада корни уже полностью плели весь ком и нужно срочно уже высаживать на каждой кашпо вот такое большое вот я буду высаживать по два растения по два куста питунья итак питунью я пересадила сейчас конечно выглядит не очень все красиво но ничего здесь много земли хорошее питание влага она мне закуститься зазеленеет и все будет хорошо питунья принесла большую стеклянную теплицу все-таки здесь объем воздуха побольше здесь и будет покомфортнее установила дуги и накрою двойным слоем 60 и все будет нормально здесь у меня корневой сельдерей я вывезла тоже здесь меня сейчас угостили это рассада георгинок это однолетние веселые ребята и также вывезла лук exhibition фермер это лук на репку всю рассаду ставлю непосредственно на землю потому что грядки у мне высокие теплые и каждый день у меня нет возможности приезжать поливать открывать закрывать укровной поэтому устанавливаю всю рассаду на землю чтобы было покомфортнее влагу будет подтягивать и еще сегодня мне сделали такой замечательный подарок это горшок керамический он очень большой литров наверное здесь 40 но не меньше такой красивый орнамент это конечно не уличные это такой домашний и максимум на веранду его можно выставить но обязательно в этом году сюда посажу питоне у лабелию и выставлю на веранду вот у нас в доме есть открытая веранда поставлю его здесь еще тарелочка такая идет великолепный просто великолепный горшок а у меня есть вот такой кувшин как разбитый сюда высаживается растение красиво это уличный вот именно вот эту керамику можно оставлять на зиму то есть она зимует это специальная уличная керамика я покупала на керамическом заводе московской области здесь был такой завод но на сейчас есть просто сейчас закрыли этот магазин при заводе где можно было в розницу купить горшки для цветов комнатных и уличные и фигурки разные уличные садовые ну в общем сейчас магазинчик этот не работает очень жаль конечно и такой я приобрела там разбитый кувшин тоже в этом году буду высаживать сюда лабелию питоне чтобы это красиво смотрелось я вообще обожаю подарки все что связано с садом и огородом не имеет значения пускай это даже пачка семян я буду самым довольным человеком когда мне такие делают подарки спасибо большое очень красивый сейчас прошлась по малине посмотрела хорошо перезимовала вся тронулась почки уже набухли пошли в рост мне здесь разные сорта они мне вот так в один в одну линию посажены здесь у меня ананасная вигрова потом брянская дива карамелька ростовская малина в общем все такая крупная сладкая саженцы некоторые я заказывала прошлом году высаживала это в садах урала мы в прошлом году попробовали ягодку очень вкусная вот заложила я ее конским навозом годовалом вот таким образом так у нас здесь реки подмосковье хочу вам показать это колодцы по периметру участка у нас сделаны так как у нас очень близко грунтовые воды то у нас постоянно каждый год топит участок и благодаря вот таким колодцам которые сделаны по всему периметру это у нас все хорошо видите я хожу таких тряпичных кедах и они у меня сухие а вообще в тех года когда мы только его купили здесь без сапог вообще на участок войти было вообще нельзя здесь вот вода я сейчас померила 60 сантиметров воды колодец наполнен водой так что так в этом году два года этим колодцем уже нас два года не топит участок все замечательно так у нас деревья плодовые из-за этого пропадали потому что в воде стояли вообще